Виктор Логинов, актер, воплотивший на экране образ харизматичного и незадачливого Гены Букина из культового сериала «Счастливо вместе», снова оказался в центре внимания. После почти двух десятилетий, прошедших с момента выхода последнего сезона сериала, Логинов вернулся к своей звездной роли в продолжении ситкома. Однако, к сожалению, новый проект не вызвал восторга у зрителей. Сюжет спин-оффа, по мнению многих, оказался скучным и неактуальным, не сумев захватить внимание аудитории. По сюжету, семья Букиных, как и прежде, живет своей обычной жизнью, лишь немного подкорректированной появлением внуков. Гена, как и прежде, работает в обувном магазине, не особо стремясь к изменениям в своей жизни. Однако, в реальной жизни Виктора Логинова после 2006 года премьера «Счастливо вместе» многое изменилось. Он стал настоящей звездой, получил всенародные признания и даже обрел памятник своему персонажу в родном Екатеринбурге. Успех сериала «Счастливо вместе» открыл Логинову дверь и в мир кино. Первоначально ему предлагали юмористические и эпизодические роли в сериалах. Но позже он получил главную и драматическую роль в криминальной картине «Богини правосудия», где сыграл подполковника милиции. Эта роль стала поворотным моментом в карьере Логинова, и он начал получать предложения о более серьезных образах. Логинов не ограничился только кино. Он активно снимался на телевидении, участвовал в музыкальных шоу, где даже пел песни, и, конечно же, не забывал про театр, который всегда считал отдельным видом искусства. В личной жизни Логинова также происходили изменения. Он четырежды был женат, и каждая его история любви была полна страсти и ярких событий. Первый раз Виктор женился в 19 лет. Его избранницей стала Наталья, женщина старше его на 10 лет, у которой уже был сын Максим, у них родилась общая дочь Аня. А Максима актер усыновил. Тогда Виктору пришлось временно прервать свой путь к творчеству, а браться за любую работу, чтобы прокормить семью. Но их брак просуществовал недолго. Спустя семь лет супруги развелись. Жена после расставания еще долго обижалась, а вот с дочкой Аней Логинов дружит и сегодня. Свою вторую жену, которую звали Снежана, актер бросил с маленьким ребенком на руках. К слову, мысли о разводе у него появились уже на второй день. Как сам признался Борису Корчевникову, он быстро понял, что они со Снежаной, разные люди, и не видел общего будущего. Виктор Логинов продержался во втором браке полгода, а жил по принципу стерпится-слюбиться. В итоге не стерпелась и не слюбилась. Поэтому он предпочел платить алименты на сына и помогать материально, но уже вне брака. Третьей женой стала Ольга, которая родила от актера сыновей Андрея и Ивана. Правда, Логинову пришлось не один месяц добиваться расположения возлюбленной. К слову, поженились влюбленные не сразу, а только в 2011 году, когда сыновья уже немного подросли. Это была тайная свадьба, которая тоже не закончилась семейной идиллией и на всю жизнь. Спустя пять лет супруги развелись. Сыновья остались воспитываться с матерью, но актер всегда помогает им. Четвертой женой Виктора Логинова стала молодая актриса Мария Гусакова, которая младше его на 23 года. Влюбленные поженились в 2020 году, а через год хотели развестись. Но потом все же помирились и сумели сохранить брак. Актеру исполнилось 49 лет, и он по-прежнему востребован в кино и театре. Виктор Логинов гастролирует по России со спектаклем «Мастер и Маргарита», а недавно вышел сериал с его участием под названием «Морозко». Также в скором времени ожидается триллер «Вера», где у Виктора Логинова главная роль. Известно, что Виктор Логинов живет на две страны – Россию и Болгарию. В Тульской области у него есть шикарная дача, куда приезжают погостить его взрослые дети. А еще не так давно актер обзавелся элитными апартаментами в Болгарии. С годами Виктор Логинов заметно изменился внешне. Его недавнее появление на ТВ удивляет. Актер сменил имидж – длинная челка, сережка в ухе, борода и очки. Такого еще не было. Но 49 лет ему точно не дашь, выглядит моложе. Помните такого актера?